Приветствую вас, и на самом деле, разница в возрасте для людей, которые находятся в отношениях, не так важна. Потому что возраст вносит различия только в том, что, как касается, например, восприятия человека, восприятия человека реальности, возраст, значит, привносит различия, которые касаются позиционирования человеком себя, возраст приносит различия в целях, в ориентирах, во взглядах, в экзистенциальных вопросах и так далее. Это нужно по возможности четко понимать, что тут действительно возраст играет очень, ну, очень-очень-очень серьезную роль. Это правда. Это правда. И нельзя здесь, наверное, как-то вот принижать это, потому что, ну, объективно, объективно это очень важно. В остальном, в остальном, если человеку комфортно, в остальном, если человеку нравится, если человеку все устраивает, если сам молодой человек серьезный, а вы сказали, что он серьезный, ну вот, то проблем никаких, в принципе, быть не должно. То есть, то есть, то, что вы говорите, это ваши, ну, как минимум, определенные стереотипы, то, что вы говорите, это некие такие навязанные условности, которые, ну, естественно, подтвердены опытом, опытом, да, в частности, например, опытом, опытом, например, женским, да, то есть, когда женщина, например, вынуждена выбирать мужчину по старше, из-за того, что мужчина, например, помладше, он вообще не приспособлен к каким-либо серьезным отношениям, да, вот, как вам сказал уже мой коллега, и, соответственно, он, мужчина помладше, у него, опять же, цитирую своего коллегу, ветер в голове и вообще, как бы, чего-то адекватного с ним построить, построить, ну, нереально, по крайней мере, на тот период времени, когда с ним встречается женщина. И в этом случае, конечно, в этом случае можно говорить о том, что разница в возрасте играет, действительно имеет значение, но это исключительно только индивидуальный момент. Это именно индивидуальный момент. То есть, возраст – это индивидуальность. Возраст – это сугубо уникальная такая характеристика, которая раскрывается в каждом отдельном, конкретном человеке по-разному. И, как минимум, человек не виноват, что он определенного возраста, как минимум, человек не может нести за это ответственность, я надеюсь, что вы это понимаете. Ну, вот. Ну, то, что он не может нести ответственность, да, просто то, что он, например, младше вас, потому что, ну, вот, не зависело от него, от него, да, по банальным причинам в общем и целом. И, соответственно, нельзя только опираясь на возраст, лишать его права, например, быть с вами, ну, просто потому что это недальновидное и это несколько поверхностное осуждение о человеке. Я вам это почему говорю, потому что, по моему мнению, вы не такая. По моему мнению, вы более вдумчивый человек и, соответственно, такой ошибки не завершите. Ну, по крайней мере, на это указывает то, что вы обращаетесь к психологу, а не решаете этот вопрос, там, например, самостоятельно, как могли бы сделать, например, ну, в другом случае. То есть, суммируя то, что я сказал, я надеюсь, вы поняли основную мысль. Она заключается в том, что возраст каждого, каждого человека проявляется по-разному, по-своему. И влияние этого возраста, значит, на человека, на его восприятие каждый раз оценивается по-своему. То есть, один молодой человек в возрасте, например, двадцати трёх лет может вести себя как ребёнок, а другой человек в возрасте двадцати трёх лет может вести себя как, в общем-то, уже довольно зрелая личность. И вот здесь только в том, чтобы каждый раз, когда это происходило, вы давали такому человеку шанс, ну, например, если с этим молодым человеком у вас ничего не получится, допустим, вот, давали шанс, и, собственно говоря, как-то вот позволяли ему, как минимум, как минимум раскрыться, как минимум раскрыться, да? Вот. Это то, что касается самой разницы возраста. То есть, по большому счёту, это такая, знаете, надуманное, надуманное проявление общественного стереотипа, ибо обществу, в принципе, ну, как бы выгоднее, немного спокойнее, когда мужчина старается, потому что, ну, как бы семья более стабильная, и, соответственно, больше вероятность того, что появится ребёнок у ребёнка, и, соответственно, общество получит продолжение своего, как бы, ну, продолжение своего рода, продолжение себя. Вот. Поэтому и выстраивается такой образ, такой стереотип, что мужчина должен быть старше, что именно мужчина старше, более стабилен, более, значит, надёжен, ну, и на самом деле это зависит не от возраста, и, поверьте, вот, например, мой опыт, говорит, что возраст, возраст, ну, абсолютно ни при чём, да, то есть, бывают мужчины и 40 лет, и 50 лет ведут себя так, как будто им там 20-30, а то и даже меньше, то есть, там, даже 20 лет. Вот. То есть, это просто стереотип. Ну, и многим женщинам просто объективно как-то вот спокойнее, да, с мужчиной постарше, и, соответственно, мужчина постарше вызывает более позитивные чувства, на него можно, опять же, положиться, и количество удачных союзов с мужчинами постарше, ну, больше. Опять же, почему? Так. Да, всё по той же причине, по сути, всё по той же причине, по причине того, что мужчина такой, женщина воспринимает, ну, несколько особенно, несколько, ну, знаете как, несколько, если можно так выразиться, несколько непредвзято, то есть, мужчина такой, меньше вступает в полемику, меньше конфликтует с женщиной, ну, и вообще является для неё больше степени опоры, тогда как мужчина помоложе, он и конфликтен часто бывает больше, и эмбульсивности у него побольше и так далее. То есть, это, конечно, стереотип, но стереотип появился не на пустом месте. Вот. С стереотипа есть, как бы, основания, и эти основания нельзя, как бы, ну, игнорировать, да? Вот. Дальше. Значит, к молодому человеку, пишите вы, есть чувство любви, уважения, с ним легко общаться, можно попросить за помощь, их поможет. Молодой человек серьёзный, к работе относится добросовестно, не слегка мысли. Эээ, вот смотрите, что я здесь увидел. А, то есть, такой идеальный, эээ, человек, идеальный, эээ, индивид, эээ, который, ну, по сути дела, вот, какой вопрос возник у меня, эээ, насколько он вообще свои желания реализует. То есть, вот, то, что вы описали, да, это такой, знаете, ну, чуть ли не робот, что получается. То есть, он всё делает исключительно для пользы, он всё делает исключительно для дела, он как вообще отдыхает? И отдыхает ли вообще? Он, эээ, интроверт? Экстраверт? То есть, эээ, как у него с, эээ, реализацией своих желаний, вопрос обстоит? Почему к маме относится с трепетом? То есть, вот, знаете, ээээ, про отношения с мамой я ещё скажу, но тот, кто относится к ней с трепетом, именно, говорит о том, что он её, как, ну, не просто уважает, эээ, или лучше сказать, может быть, не только уважает, но ещё и, как бы, возвышает её. А это он её возвышает, но это не самый лучший, эээ, признак, потому что, эээ, возвышение, эээ, любого человека, абсолютно не важно, кого, но что важно, родителя, это говорит о том, что человек может себя как-то обесценивать. Я, конечно, не знаю вашего мужчину, и, эээ, я не берусь оценивать, не берусь, именно, эээ, как бы, окончательный вердикт давать, но, опять же, по опыту могу сказать, что у такого поведения, эээ, ну, вот, к родителям, есть основания, есть, эээ, определённые, эээ, предпосылки для такого поведения, и, соответственно, эээ, эти предпосылки, они могут дать о себе знать. То есть, если человек, например, эээ, себя подавляет, ну, допустим, он себя подавляет, эээ, то, соответственно, эээ, это подавление, оно, должно будет, эээ, как-то, найти, эээ, свой выход, и, вопрос в том, в том, как оно его находит, то есть, как мужчина, эээ, проявляет себя, как мужчина реализует себя, и так далее. Ну, это, вот, очень, эээ, такой, на мой взгляд, важный момент, потому что, ээээ, вам с ним, как бы, жить с этим человеком, и, мне бы, не хотелось, соответственно, чтобы, эээ, вот, если вы с ним, ээ, начали жить, чтобы вы разочаровались. Опять же, эээ, верить вам, эээ, то есть, вам решаться, верить мне или нет, эээ, вот, но, поскольку, эээ, я работаю сейчас с вами, то, соответственно, меня это волнует. Поэтому, вот этот момент, обязательно, постарайтесь, эээ, как-то, продумать, потому что, ну, то, что вы описываете, это, весна весьма, тревожнее, тревожнее очень, эээ, тревожнее очень проявление, тревожнее очень, эээ, показатель, не знаю, может быть, вас устраивает, эээ, такое, может быть, вам такой мужчина и нужен, но, как бы за этим не стояло что-то такое более серьезное, может быть, более-более проблематичное, и, эээ, соответственно, это нужно выявить, и, после того, как вы выявите это, ну, с этим нужно будет что-то сделать, то есть, либо как-то человека научить, чтобы он, эээ, учился реализовывать свои желания, свои потребности, эээ, либо, значит, вы решите, что он вам не подходит, и выберите себе другого, эээ, ну, более подходящего для вас. Вот. Теперь далее. Эээ, что касается мамы, что касается его, эээ, мамы. Здесь ситуация следующая. Эээ, то, что он к маме относится с уважением и трепетом, опять же, не означает ли, того, что он ее слушается во всем. Потому что если он ее во всем слушается, то это означает, эээ, несостоятельность в самостоятельной жизни. Жизнь. То есть, опять же, эээ, нам, по большому счету, все равно, да, то есть, вы сами решаете, с кем вам быть, вот. Но, эээ, я обязан вас предупредить, что ээээ, если, если мужчина трепетом относится к, эээ, своей маме, то она имеет вес. Ее мнение имеет вес. А если ее мнение имеет вес, то, соответственно, имеет вес везде. Не только, эээ, ну, в каких-то вопросах, но и, эээ, в жизни. А вес в жизни – это отсутствие самостоятельности. И понравится ли вам отсутствие самостоятельности у молодого человека? Большой вопрос. С этим не торопитесь. С этим не торопитесь. Ага, значит, эээ, ну, вот, записывать это в плюсы. Далее, эээ, почему вы вообще, эээ, заострили внимание на том, что, ээээ, вот, он уважительно относится к маме? То есть, для вас это, эээ, пунктик, для вас это важно, если да, то почему, чем и так далее. Может быть, у вас, у самой есть какие-то, эээ, проблемы с родителями, например. Ну, опять же, я не знаю, я просто высказываю предположение. Не думайте, пожалуйста, что я однозначно говорю, что у вас могут быть проблемы. Вот, нет, я не знаю, но просто вот, эээ, как бы, вы сказали об этом. Вы сказали о том, что он рекламе относится. А почему вас это волнует? Ох, вот. Эээ, в остальном, в остальном, в принципе, ну, я думаю, я согласился со своими коллегами, что, эээ, если вам комфортно, если вам удобно, с молодым человеком, если он вас устраивает, то, эээ, никаких проблем для, эээ, никаких проблем для, эээ, построения отношений я не вижу. Вот. Я думаю, что, эээ, с этим согласятся все коллеги. Вот. Но интересно, опять же, почему вы обращаетесь к нам на царь за этим ответом? Что, то есть, почему вас это волнует так сильно? Судя по перечислениям, которые вы делаете, судя по, по тому, что вы перечислили, ну, я могу сделать вывод, что у вас, скорее всего, был опыт. Опыт неудачных отношений, которые складывались в негативных, и теперь вы, эээ, стараетесь подобрать некого такого идеального мужчину для себя, эээ, который бы удовлетворил вас полностью. Вот. Здесь нужно сказать обязательно, что идеальных людей нет, что идеальных людей нет, и что у каждого есть свои проблемы, указывая свои недостатки, и вопрос в том, готовы ли вы принять недостатки другого человека, готовы ли вы принять его недостатки, недостатки мужчины вашего. Вот. По-моему, что с личиком он идеальный, как вы его описываете. Идеальных людей нет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.